Сегодня, накануне саммита G20 в Санкт-Петербурге, состоится встреча заместителей министров финансов стран-участниц. Политики обсудят итоговый вариант совместного заявления глав государства-правительств. В частности, они решат, как реагировать на возможный выход США из программы количественного смягчения. О возможных исходах встречи поговорим с Вероникой Крашениниковой, генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив. Она сейчас с нами на прямой связи из студии РБК в отеле Арарат Хаят. Вероника Юрьевна, добрый день. Какие политические последствия для США может иметь выход из программы количественного смягчения? Я напомню, что программа количественного смягчения заключается в печати Федеральным резервным банком Нью-Йорка сотен миллиардов долларов для выкупа американских казначейских обязательств. Это потребовалось потому, что Китай и другие крупные держатели американских казначейских обязательств отказывались приобретать те огромное количество американских долгов, которые выпускались в последние годы, потому что просто не верили во всю эту систему. Так вот, действительно, программа количественного смягчения достигла того минимального результата, которого она могла достигнуть, а на больше, собственно, рассчитывать и невозможно. Так что теперь, действительно, остается только ее сворачивать. Еще одна важная тема – это Сирия. По ней нет единогласной позиции. Кто-то говорит, что она будет в повестке, кто-то говорит, что нет. Вот, по вашему мнению, будет ли сирийский вопрос подниматься? Если да, то к какому выводу, скорее всего, придут на переговорах? Да, в данных обстоятельствах, несмотря на то, что «Большая двадцатка» – это в основном экономическая организация, где решаются в том числе и финансовые и экономические вопросы, в контексте текущей мировой ситуации Сирия займет очень-очень большую часть повестки дня. С точки зрения Вашингтона, это, пожалуй, финальный, последний шанс попытаться убедить президента Путина поддержать их военные планы в отношении Сирии. С точки зрения наших интересов, это также возможность постараться поставить, возможно, больше препятствий на пути военной атаки в Сирии. В американском языке есть такое выражение – для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. Так вот, для того, чтобы развязать войну против Сирии, достаточно одного Соединенных Штатов. И сейчас, как Вы говорили в предыдущем сюжете, американские конгрессмены приняли решение, одобрили намерения Обамы и дали 60 дней для военной атаки с возможностью продления еще на 30 дней. Нужно сказать, что это операция, подобная бомбардировкам Сирии, которую бомбили 70… Извините, Боснии, которую бомбили на протяжении 78 дней. Так что это настоящая полномасштабная военная операция против независимого государства, которое отказывается подчиняться военному диктату Соединенных Штатов. И враги которого, собственно говоря, те же самые группировки, против которых Соединенные Штаты сражаются в других странах. Это международная группа террористов и другие очень опасные для самих Соединенных Штатов люди. Ну, та же Аль-Каида, да, в общем-то. Абсолютно. Президент Путин сегодня дал понятие, обозначил позицию России по Сирии. Он сказал, что без санкций, без ООН, любое вмешательство будет нарушением, собственно, Россия не поддержит. Нужно дождаться выводов экспертов по химическому оружию, экспертов ООН имеется в виду, конечно же. Как вы считаете, вот какие аргументы может Обама привести в рамках встречи с Владимиром Путиным, чтобы переубедить Россию изменить свою позицию по Сирии? Вы знаете, все те аргументы, которые пытались собрать и Соединенные Штаты, и их союзники, в том числе в Израиле, во Франции, они совершенно неубедительны. В 2010 году, говоря о параллелях, вышел фильм, который в нашем российском прокате шел под названием «Не брать живым», а в Америке он назывался «The Green Zone», «Зеленая зона». Так вот, этот фильм рассказывает о том, как особо агрессивные круги Пентагона подгоняли разведывательную информацию под политические нужды атаки Ирака в тот момент. Так вот, был создан... спецы Пентагона придумали фальшивый источник под кодовым названием «Магеллан», который якобы давал информацию о местах хранения химического оружия в Ираке. Ну, а бравый, собственно говоря, даже честный лейтенант регулярных войск сухопутной армии Соединенных Штатов ездил по этим местам и все никак не находил оружие массового поражения. Вот, и если заменить в этом фильме слово «Ирак» на слово «Сирия», ситуация совершенно один в один. Я хочу сказать, что вчера в общественной палате прошли слушания по Сирии, и в ходе которых российское гражданское общество заявило очень четкую позицию и призыв к международным лидерам остановить попытки военного решения конфликта, остановить возможные атаки. Это обращение будет передано лидерам «Большой двадцатки», когда они соберутся завтра в Петербурге. Так что позиция... А честная палата была единогласна в этом вопросе? Или как эта дискуссия все-таки велась? Нет, никакой дискуссии не было. Мы рассматривали инструменты, мы рассматривали то, что Россия может сделать для того, чтобы остановить атаку. Мы рассматривали, обсуждали, как можем работать с другими, с народами других государств. Ведь большинство народов, и даже в Соединенных Штатах, более 60% людей против военной операции, и 25% не определились. И есть 10% с небольшим, которые выступают за. Но почему-то мнение американского народа не берется в расчет американским истеблишментом, системой. Точно. Вероника Юрьевна, как вы считаете, вообще реальная ли встреча Обамы и Путина? Ведь Обама заявил, что будет общаться с представителями гражданского общества. Да, действительно. Белый дом взагнал себя в несколько нелепую ситуацию. И последнее не заявлялось о том, что Обама и Путин увидятся, но не встретятся. Вот так приходится играть словами. Но представляется, что взрослый разумный человек, когда существует напряженная ситуация, наоборот, нужно встречаться и обсуждать вот эту напряженную ситуацию. Я имею в виду Сирию. Причем это будет основной претензией на данный момент к президенту Путина, наша российская позиция по Сирии. Но вместо президента Путина президент Обама желает встречаться с российским гражданским обществом. И нужно сказать, что в конце еще прошлого года, когда стала понятна судьба перезагрузки, ее конец, эксперты по России порекомендовали Белому дому общаться не с президентом России, а с гражданским обществом. Идти в обход президента, потому что если он не выполняет то, что мы хотим от него, то нечего с ним и общаться. Но я хочу сказать, что гражданское общество состоит у нас из очень многих людей. Президент Обама мог бы пообщаться с рабочими Уралвагонзавода, например. Я прошу прощения, к сожалению, время закончилось. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи в студии в отеле «Арат Хаят» была Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив.